Есть предложение, появился и спрос. В Перми получили распространение спам-сообщения с предложением приобрести энную сумму рублей фальшивыми банкнотами. Причем, чем больше покупка, тем ниже стоимость подделок в сравнении с номиналом. Неизвестные рекламируют свой товар. Прекрасное качество, неотличимое от подлинников под лупой. Овсетная печать с водяными знаками и защитной нитью. Чем закончилась попытка незаконно обогатиться для одного из жителей Перми в репортаже Елены Иговцевой. Судья зачитывает обвиняемому права. Для того это все очень знакомо. Как выяснилось, мужчина с ярко выраженным питерским акцентом уже неоднократно отбывал наказание в городе на Неве. На этот раз отметился в Перми. Осенью он приобрел на одном из интернет-сайтов четыре поддельные купюры номиналом в 5000 рублей. Заплатил за все 10. Качеством полученного товара сам был впечатлен. Вот у меня один знакомый, тоже ученый, у него три класса образования. А он десятку за полчаса так нарисует. Не отличишь от настоящей. Зашел сначала в один магазин, у продавца возникли сомнения в ее подлинности. Она отказалась ему эту купюру менять. Пошел он в другой магазин, где приобрел две пачки сигарет и энергетический напиток, получив сдачу с поддельной купюры, свыше 4000 рублей. Окрыленный удачей подсудимый начал строить дальнейшие планы. Но за ним уже следили. Оперативники взяли его в разработку еще на стадии получения посылки. При попытке расплатиться очередной поддельной купюрой мужчину задержали с поличным. Это именно поддельные денежные средства. То есть там они были выполнены с подражанием технологии настоящих денежных купюр. То есть там из склеенных листов бумаги вот эта вот перфорация была нанесена, водяные знаки были сделаны. Соответственно, выпуклая надпись 5000 для лиц, которые обладают слабым зрением. За хранение и сбыт фальшивых денежных купюр мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу размером в 100 тысяч рублей. Интернет-сайт, свободно торгующим этим товаром, теперь будут проверять и искать его владельцев. Елена Иговцева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.